Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это чудо изучения Библии, изучения в благодати, в Духе Святом, как написано Духом Святым через апостолов, через апостолов Луку, через все собрания, которые происходили, так и мы будем читать это и наслаждаться тем, что Ты даешь. Славься, Бог наш, во имя Твоя Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Итак, у нас сегодня 17 занятие по введению в миссию и мы с вами смотрим на 22 главу книги Деяний, Деяний Духа Святого. И я назвал эту часть «Евангелизация в горячих точках». Давайте мы сейчас с вами откроем и прочтем несколько стихов для запуска проповеди. Итак, тысяченачальник и его отряд спасают Павла, когда на него набросились там и в храме, и потом за пределами. В предыдущей главе мы рассматривали. И вдруг Павел останавливается и говорит, я хочу обратиться к народу. Итак, это проповедь апостола Павла к народу, к иудеям, которые собрались, и они хотели бы его уничтожить. Мужи, братья, и он стал говорить на иврите, мужи, братья и отцы, выслушайте теперь оправдание перед вами. Мое оправдание. Это по закону должно было. Нельзя судить человека, не дав ему возможности принести свою точку зрения. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. И вот он сказал, я иудеянин. Итак, я еврей. В Филиппийцах 3 главе говорится, я еврей из евреев. То есть, это обозначает не самый главный еврей. Мои родители были евреями, они не были празелитами. Его упрекали в этом, говорили о том, что его родословная была нечиста. Да и у самого, у него не все в порядке с его еврейством. И когда он так говорит, он отсылает их, в общем-то, к своей биографии и то, как его знали в те времена, когда он был на самом высоком счету в Синедрионе. А с того времени прошло, будем так говорить, так, это 36-й год, ну, скорее всего, около 28 лет. За это время многое можно было наговорить против него. Люди без исповедания Духом Святым, они занимаются тем, что говорят очень много лжи. Мы сами такие. Когда мы не в Духе Святом, то у нас есть поползновение защититься, себя защитить, да, и там что-то такое приплюсовать и сделать себя, преподнести себя и свои какие-то вещи в очень хорошем представлении. Итак, вот он говорит, я родился в Тарсе Киликийском. Тарс это был замечательный город, известный. Это была своего рода языческая столица, где можно было получить очень хорошее образование. Кроме того, так как он иудей, и его родители были знатными евреями, то они хотели, чтобы их сын получил и светское образование он получил, и чтобы он обязательно получил теологическое образование. И он здесь говорит, смотрите, и воспитанный в этом городе, то есть в Иерусалиме, при ногах Гамалиила, ведущего теолога в иудаизме того времени, которого мы с вами уже встречали и до этого, да, когда он говорил в Евангелии от Иоанна, что давайте не будем судить до тех пор, пока не услышим, так закон не действует. Да, и нет, это он здесь в деяниях говорил, в четвертой главе. Теперь посмотрите, при ногах Гамалиила, то есть родился он, семья какая, воспитывался как, воспитывался при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, совершенно четко у него все было правильно, поставлено верно с точки зрения религиозной позиции. Кроме того, он отличался, он здесь пишет, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Он их понимает. Они его не видят таким, потому что они видят, что он изменил. Но его речь такова, построенная так в выступлении, очень интересно. Если уж произошло такое событие, когда его хотят растерзать, а по дороге в Иерусалим его многократно предупреждали о тех вещах, которые произойдут, Дух Святой его привел, то он ожидает от Духа. И кроме того, у него появляется великолепнейшая возможность. Какая? Евангелизируется. Посмотрите. Когда ему Яков и другие старейшины в церкви сказали, вот у нас здесь несколько тысяч чтущие законы, они верующие. И кроме того, такая незадача получилась, что некоторые четыре человека, они приняли на себя назарейский обет, а денег нет, чтобы выйти из этого обета, а время подошло, не заплатишь ты ли ты за них. Тогда все узнают, что ты нормальный еврей, хороший еврей, соблюдаешь законы отцов по отношению к евреям. Они там говорили о том, что когда вот мы собирались в 15 главе Деяния в Иерусалиме, и ты тогда приходил, мы написали письмо для язычников. А евреи пускай остаются евреями. Обучай, но не будься очень радикальным. Итак, и вот он им говорит, я был такой же, как и вы. А вот дальше наступает с 4 стиха по 5. Отвратительнейшее зло, которое он рассказывает об этом зле, оно происходило в его жизни, и это зло будет и у каждого христианина, если он отходит от духа. По ревности к своей религии он совершал определенные шаги. А потом у него появилось 4 стих. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшина, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. За что? И теперь мы смотрим на следующий пункт, и вот здесь он начинает рассказывать так чудесно. Это просто изюминка проповеди по отношению к тем людям, которые гонят Христа, и он рассказывает свидетельства того, что произошло в вашей жизни. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг около полудня, то есть, скажите, что такое полудня? Жарко и еще что? Светит все, солнце самое, Вы знаете, будучи человеком неприспособленным к климату в Африке, я очень быстро сгорал там. Для меня это солнце было слепящее всегда. Когда я читаю вот то, что он здесь и говорит, что его осиял сильный свет во время дня около полудня, то, конечно же, он там же и ослеп. Из-за этого он встретился со светом. Господь его намеренно осиял, чтобы теперь у него было время, очень интересно, не видеть мир, но жить по вере. Чтобы три дня он в молитве и в посте, чтобы он стал думать. Хотите сделать в своей жизни чудо, подарить себе, уберите мобильник, уберите компьютер, там то, что вас отвлекает, хотя бы на несколько часов. Возьмите Библию, попойте песню, и вы обнаружите, что вы живете по вере, вам становится все доступным. в Царстве Божьем. Смотрите. «Осиял меня великий свет с неба, я упал на землю». Если вы посмотрите с 4 по 5, зло, которое шло через него. С 6 пути стиха осиял свет, 7, 8, 9, 10, стихи 11, это все воздействие Господа. И мы с вами здесь читаем, смотрите, такую вещь. Происходит встреча с Господом. За небольшой промежуток времени трижды Господь его посещает. В этой главе. Трижды. «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Да он еще не знает, что Господь для него приготовил. «Я отвечал, «Кто ты, Господи?»» Он сказал, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Хороший вопрос, да? «Религиозный, что мне делать?» «Марфа, я пойду сейчас тебе, Господь Иисус, приготовлю что-нибудь поесть». Еще кто-то. А есть приоритеты. Что мне делать? И смотрите, Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, там тебе будет сказано все, что назначено тебе делать». И здесь мы отмечаем следующую деталь. «Почему не говорит Иисус ему?» Он только задал вопросы ему. «Ты что делаешь? Ты меня гонишь. Зачем ты гонишь меня? А ты кто? Я Иисус Назарей. Ты меня гонишь. Что мне делать?» Он спрашивает Иисуса, и хотелось бы, чтобы Иисус ответил. Кто ответит? Смотрите. И там тебе будет сказано все, что назначено тебе делать. То есть, для тебя назначено, что это обозначает? Уже предписано. Есть все для тебя. Для твоей жизни есть план. Для вашей жизни есть план? Есть. Где вы его читали? В Библии. В Библии, конечно. Каким образом то, что вы читаете в Библии, становится вашим Духом Святым? Как вы свою жизнь, где вы ее позиционируете? Только сейчас нет и в вечности, но сейчас очень важный момент, когда у меня живой Бог, и Он точно так же, как с Савлом, разговаривает со мной, с нами. И Он раскрывает постепенно, что нужно будет сделать. Теперь в предвкушении того, что ему расскажет тот, кто придет, внимательно слушайте, потому что там придет к нему Анания и будет рассказывать. Это как проповедник, как здесь пастор рассказывает, другие проповедники приезжают. Кстати, у нас в воскресенье будет пастор Владимир Теплов и Ирина, они приезжают, но они приедут уже завтра утром, проведут некоторое время в пригороде, на Петербурга, на евангелизации он будет, пастор Владимир, может быть, и Ирина будет, проведем хорошее время во время евангелизации, и в воскресенье он будет проповедовать. Очень важно. Первый раз Господь его встречает. Второй раз. Смотрите дальше. Одиннадцатый стих. «И как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне». Вот его речь, она очень важная. Говорит-то с одной стороны человек, а с другой стороны сам Господь Бог. И у этого человека есть откровение от Бога. И он сейчас это откровение будет передавать. Мы с вами посмотрим на те пункты, которые здесь имеются. И сказал мне, «Брат Саввул, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, и вот то, что он говорит, «Бог отцов наших». Каких наших? «Авраама, Исаака, Якова». Всех тех, кто поверили и ушли, и находятся с ним. Бог отцов наших предизбрал тебя, уже предизбрал. Мы с вами такие, предизбранные для определенного служения. Мы с вами можем сказать, что мы являемся апостолами по предназначению, не по личному описанию, которое дает Библия в описании апостолов, но действия наши. Апостело – это обозначает посылать с определенным заданием. Проповедуйте керуса, логос. Это обозначение керуса, это тот, кто проповедует, и тот, которому было поручено это слово принести. Помните, да, откуда? Керуса, Логан. Логос. Логан. Керуса, Логан. Проповедуй слово. Коротим. Молодец, хорошо. Четвертая глава, да? Хорошо. Итак, «Бог отцов наших предизбрал тебя, Савву». Мы с вами превращаем это, Светлана. Мы превращаем Бог отцов, предизбрал меня. Понятно, да? Мы предизбраны. Не случайно мы с вами оказались. Бог знал. Он видел нас еще до сотворения мира, как мы его примем. Мы сделали это решение, но это решение было не совсем наше, в том смысле, что он столько работал в нашей жизни, что потом мы откликнулись, а уже все готово. Он и для нас ограничил нашу жизнь тем, что мы везде видим Христа. Предизбрал тебя, это первое. Бог отцов наших предизбрал тебя. Для какой цели? Второе. Чтобы ты познал волю его. Первое. Второе, да? Третье. Увидел праведника. Четвертое. Услышал голос его. Из уст его. И теперь посмотрите. Увидел. Чтобы ты познал праведника, ты познал святого Бога. Праведника, искупившего тебя и дающего тебе эту праведность. Услышал голос его. Личное общение. Помните, да? Как говорит Иисус, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. Овцы знают, 27, знают голос мой. Правда? И тут сказано, он тебя предизбрал, что вот какие у вас будут отношения. Кто говорит? Святой Дух. Какое явление испытывает Саввл? Уже второе. Всего лишь некоторое время назад он вообще был гонитель, и теперь он вдруг открывает для себя его будущее. Чтобы ты познал волю его, увидел праведника, познал, увидел, услышал его лично. Потому что, для какой цели? Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми, перед всем этносом, этнос народа. О том, что ты видел и слышал. Замечательно, да? А к себе вы можете это применить? Да, правда? Да, здорово. Сидите и, допустим, смотрите телевизор и думаете, к Муратам идет. А кто я? О, я чадо Божье. Я избран, предизбран, предизбран. У меня есть, я слышала голос его, или слышал голос его. Я буду лучше его изучать и свидетельствовать о нем перед народами. Есть ли народы в Петербурге? Полно. Полно. И еще немного больше, чем полно. Сверх полно, да? То есть, мы с вами являемся людьми, которые живут в особенном городе, и в этом городе есть много тех, которые тоже были предизбраны. Улавливайте мысль о важности нашей миссии. Кому он говорит, апостол? Да, апостол Павел. Кому это все он рассказывает? Нам, правда? А еще кому? Нам-то точно нравится мечтать. А когда он разговаривает прямо перед теми, которые готовы были его разорвать, что происходит? Евангелизация. Что происходит еще? Они в тишине. Они вдруг, смотрите, он рассказал сначала о себе вступительную часть. Я такой же, как вы. Был таким же, как вы до тех пор, пока не столкнулся с Господом. Когда столкнулся, он меня осеял и ничего не сказал, что мне делать. Но вот он присылает Ананию. И Анания обыкновенный человек, как и сам апостол Павел, говорит. И эти ребята слушают его, и они все больше и больше проникаются тем, что они теперь похожи на Савла. Вот он это все им рассказывает. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. И потом и так Анания говорит. Первый раз видит его. Ты что медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Что это обозначает? Призвать имя Господа Иисуса. Спасителя, который для тебя все сделал, который твои грехи забрал на себя. Ты теперь прими его очистительную и искупительную смерть, кровь, жертву, исповедуй имя Господа какого? Здесь написано Иисуса. Да? А как переводится Иисус? Иешуа на греческом языке, то есть Яхва спасает. Это его о нем 53 глава. Это о нем там написано, как он это сделает. Он будет Агнисом. который примет на себя весь грех мира. Призвав имя Господа Иисуса Христа. Призывая имя Иисуса Христа, мы с вами не говорим просто мистически. Господи, призываю Твое имя. Господь Иисус призываю. Господи, Ты спас меня. Ты все сделал на кресте. Зачем нам нужно это повторять? Для того, чтобы мы не механически его исповедовали, а чтобы мы с вами приближались к тому, кто нас очень сильно любит. Когда же я, говорит апостол Павел, смотрите, когда же я возвратился в Иерусалим, почему он здесь говорит, я возвратился? Он был послан как савл на то, чтобы захватить эту группу в Дамаске, привести, издеваться, и когда, он говорит, и вот со мной это все произошло, и когда я возвратился в Иерусалим и молился в храме, я пришел, скажите, назовите это слово, преступление, что это означает? Экстасис, экстас, то есть это выйти из себя. С ним стало происходить нечто. Он вдруг обнаружил, что рядом с ним Господь Иисус. Когда же так, пришел выступление, 18 стих, и я увидел его, и он сказал мне, кому рассказывает это, еще раз? Всем людям, которые хотели его побить. И он сказал мне, он рассказывает им, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. 19 стих, он интересный, похоже, как Анания говорил с Господом и сказал, Господи, ты не знаешь, кто этот человек. Ты меня посылаешь к нему, а ты не знаешь, кто этот человек. Посмотрите, что здесь Саввел говорит. Я сказал, Господи, им известно, что я верующий в Тебя, что я верующий, не верующий в Тебя, верующий в Тебя, заключал в тюрьмы, бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды, побивавших его. Что он говорит? Он приводит аргумент. Господи, позволь мне остаться здесь. Я буду им рассказывать. Они знают, какой я был. я справлюсь. Это я. Он учится, что нужно слушать, что Бог говорит. Как Анания послушал, так и он послушает. Теперь смотрите. Несмотря на то, что он привел все вот эти доказательства, 21 стих, и он сказал мне, на греческом языке это звучит я посылаю. Тут написано пошлю, но тоже это будущее совершенное. Я пошлю тебя далеко к язычникам. Вот старый стих. До этого слова слушали его. Но за этим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух. Что это такое было? Сатанинское воздействие. Он перед ними все раскрыл. Это было как в случае с Стефаном, со Стефаном так же и здесь. Ему можно было бы не говорить, но Дух Святой вел. Скажите, а зачем Дух Святой вел его для того, чтобы он сказал о язычниках? Да потому что через некоторое время он будет свидетельствовать и тысяченачальнику, и Феликсу, и Фесту, и царю Агриппе. Представляете, как здорово? Да причем он будет находиться в тюрьме, но не в тюрьме, он будет находиться под некоторым ограниченным аресте и жить в очень хорошей крепости, кстати, он будет жить в крепости Ирода, который построил себе в Кесарии, то, что называется притвор Ирода. Это обозначает крепость, и там его будут содержать, он будет иметь свободу, к нему могут приходить люди, это неограниченное его действие, было. Кроме того, он будет известно, станет известно уже буквально через несколько фраз, что он не простой человек, он гражданин Рима. И там есть несколько забавных случаев, я поэтому вам сейчас немножко расскажу. Смотрите, и вот они стали метать пыль, бросать пыль в воздух. Тысяченачальник, тысяченачальник это крупный чин военный. Кроме того, он отвечал за порядок в Иерусалиме. Повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Павел дождался, когда его растянут ремнями, и сказал стоящему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда. Услышав это, очень интересно, чуть-чуть потерпеть, можно было бы сказать, вы кого, это я же римский, он позволил, чтобы они нарушили все. Для чего? Теперь они будут к нему относиться, с другим настроением, с почтением они будут его слушать. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь сделать, этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я родился в нем. Вы видите, как Дух Святой дает покой, в горячее время нашей жизни. Он не торопится. Та ситуация, когда вроде бы можно, можно было бы сказать, но с нашей полицией так не будет, откуда вы знаете? Я помню, как в одной ситуации мне казалось, что российская полиция будет вести себя очень плохо по отношению ко мне. Я рассказал, кто, у них поменялось мнение, да, они проводили меня, показали, куда нужно идти, ничего, никаких претензий и так далее. Смотрите, что дальше. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяча начальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться, он повелел собраться первосвященником и всему Синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними. И 23 глава посвящена, смотрите, тогда он выступал перед, апостол Павел, перед народом, когда его хотели побить. Теперь он получил возможность, и это 23 глава, мы ее будем изучать, 23 и 24 пройдем в следующий раз, но там очень интересные вещи описываются. Никогда не опускаем на руки. Горячая точка, где бы это ни было, нас это не касается, нас касается только Господь Иисус. Если Он привел нас туда, у Него есть цель. Всю Его цель Он описал через Анания. Господь трижды в одной главе трижды Ему открывался на пути в Дамаск, через Ананию Его весь план для Него и будущее, и третье, Он Его предупредил и сказал, ну вот, все, давай, теперь ты уходи, потому что здесь не будут принимать моего слова. Когда мы с вами смотрим на 9 главу, то мы обнаруживаем, что и церковь тоже захотела, чтобы он ушел, потому что он был раздражителем. Его слово, слово благодати, оно стало звучать везде по Римской империи, но иудеи этого не принимали, потому что они обнаружили, что от них тогда люди уходят, из их синагог, из их оков, уходят в радость жизни свободного Иисуса Христа, который воскрес. Аминь. Отец наш Небесный, благослови изобильно те слова, которые мы слышали. Благодарим Тебя за эти планы, которые ты раскрыл через Писание, казалось бы, для апостола Павла, но также и для нас. Мы благодарим Тебя за личные встречи, которые ты показываешь в жизни апостола Павла, а также в наших. Мы благодарим Тебя, Господь, за обучение, что в любой ситуации мы можем испытывать удивительный комфорт, утешение Духа Святого. Славься, Бог наш! Нет таких горячих точек, где ты бы не свидетельствовал через своих посланцев. Слава Тебе! Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Спасибо! Благослови Вас, Бог! Аминь!